Приветствую вас! И первое, с чего бы мне хотелось начать, это с того, что сказать, что есть определенная разница между тем, что вы стесняетесь, тем, что вам неловко сказать название фильма, название того, что вы делаете, потому что вы стесняетесь произносить то, что вам нравится, показывать свои интересы другим людям, а именно своим близким, с тем, что ваша мама закомплексована. Конечно, ваша мама влияла на поведение. Ваша мама влияла на то, как вы себя сейчас ощущаете, как вы себя позиционируете. Давайте определимся так. У вашей мамы есть определенные комплексы, у вашей мамы, как вы говорите, есть определенные страхи и определенная неуверенность в себе. Это понятно. Но, если, как вы говорите, это пошло оттуда, то значит, корень этих проблем заключается в том, откуда образовались и почему, по какой причине комплексы мамы. Сперва нужно разобрать комплексы ее, понять причины их, чего боится, в чем неуверенно, и после этого понять, чего же не хватает вашей маме для того, чтобы быть открытой, чтобы хвалить вас, чтобы там что-то еще делать и так далее. Отсюда вам станет более понятно, почему ей трудно это делать, почему ей трудно выражать свои эмоции и, соответственно, вам трудно выражать эмоции тоже. Если вы сможете сами себе разобрать с самого детства все, что вы знаете о своей маме, увидеть причины такого ее поведения, то вы сможете сами для себя увидеть, чего у вашей мамы нет, чего она не понимает, чего ей не хватает. И вот тогда вы сможете это для себя восполнить. Вот вы говорите и пишете, значит, что вам трудно в плане посидеть, поговорить. Или когда, например, меня страживает дядя, как называется фильм, который я смотрю, мне неудобно принадлежать название фильма, или просто за это рассказать ему что-нибудь. Даже с девушкой своей мы мало разговариваем, несмотря на то, что очень друг друга любят. Вы знаете, если ваша мама подавляла свои интересы, то нужно понять, почему она это делала, для чего она это делала, для чего она подавляла свои интересы. Потому что вы подавляете свои же интересы тоже. Почему вы их подавляете? Вы считаете их недостойными? Или вы боитесь, что ваши родители вас не поймут, и ваша девушка вас не поймет? Или, может быть, вы считаете, что у них слишком другие интересы, а вам не получится донести до них то, что интересно лично вам? Если так, то, конечно же, сразу донести не получится. Ну, например, вы скажете своему дяде название фильма. И вы, наверное, знаете, что это название фильма дяде ничего не скажет. А если вы скажете название фильма и раскроете сразу общий список на понятном языке дядя, то ему будет это более близко, и он сможет вам что-то ответить. То есть, для каждого человека нужна своя структура подачи информации. Для каждого человека нужна своя структура раскрытия смысла того, что вам нравится. Ну, например, если ваша мама, допустим, любит строгость, педантичность, аккуратность и так далее, то логично, что вы будете стараться передать ей всю суть. Если вы будете ей говорить что-то больше, что-то дольше, то она быстро потеряет к этому интерес. Вам нужно передать ей суть. Тоже ей будет понятно. Как бы поставьте себя на ее место и попробуйте представить, как бы ей было понятно то, что вы хотите ей передать. Ваша девушка то же самое. Вы не знаете, какая она. Вы знаете, что ей интересно. И этот момент тоже нужно учитывать. В зависимости от этого представьте ваши интересы ей так, как ей будет понятно. С того угла, который ей будет более близок. Кого-то интересует факты, кого-то интересует результат, кого-то интересует эмоции, кого-то интересует что-то еще. Вот с той стороны, с которой каждый вашей близкой воспринимает информацию, вот с этой стороны, и подавайте им свои интересы. Объясню. Объясню на примере, как это лучше, ну, как это работает. Смотрите. Есть, допустим, скажем, видеоигра. Видеоигра. И эта видеоигра, она изображается по телевизору. Вы в эту видеоигру играете. Вот представьте себе, что заходит в комнату ваш дядя и говорит. О, а что это такое ты тут делаешь? Вы говорите. Вот игра. Любой человек понимает, что игра это игра. Что есть игра. Игра это отыгрывание какой-то роли. В искусственно созданной ситуации. Да? Но человек, когда слушает это слово, слово игра, он не думает о том, что я вам сейчас рассказал. Ему не требуется раскрытие значения слова игра. Он говорит, о, а что это за игра такая? И вам нужно передать этому человеку, вашему дяде, смысл того, что вы делаете. Если у вас дядя человек в действии, говорите просто, сражаемся, там допустим, мечами, там, щитами, топорами. С кем? С врагами. И все. Вашему дяне, в принципе, больше ничего не нужно. Если ваша мама приходит и спрашивает, что вы делаете, вы отвечаете ей, например, с точки зрения идеи. Вы говорите, я сражаюсь, там, за бобро. И мама говорит, о, о, мой сын, там, добро несет, и так далее. То есть ее волнуется идейная сторона. Приходит ваша девушка, вы знаете, что она, ее интересует, там, одесса, одесса, дизайн, там, да, исторические какие-то эпохи и так далее. И вы говорите, вот я играю в рыцарев, там, там, сражаюсь с другими рыцарями, то есть на турнирах, там, и все такое. То есть, понимаете, одно и то же, одно и то же, нужно подать с того ракурса, который будет наиболее понятен вашим близким. И тогда они будут вас понимать. И тогда вы не будете чувствовать, что, как бы, они не понимают вас. Вы будете знать, что они прониклись тем, что вы делаете. Но весь вопрос заключается в том, насколько вы хотите, чтобы они прониклись. Например, вы можете своему дяде, в принципе, вполне, ну, понятно объяснить. Вот, например, в нашем примере, что вы, там, сражаетесь мечами и топорами. То есть, там, да, орудиете холодным оружием, например. И вас дядя говорит, о, здорово, но как-то, знаешь, слишком жестоко, да, предположим, что в игре, там, расчлененка, кровь и так далее. И вас дядя говорит, ну, знаешь, круто, но что-то как-то слишком жестоко, я не понимаю, зачем эта жестокость нужна, тем более в игре я. То есть, для дяди игра, ну, как бы сказать, выше его моральных принципов, да. Он понял смысл того, что вы делаете. Для него это действие, ваше действие, обрело смысл. Но ему этот смысл не понравился. И если вы смысл молите до дяди донести, да, если вы можете сказать ему, что делаете, и дяди, и маме, и девочке, например, то сделать этот смысл близким дядю, или объяснить ему, например, что это всего лишь игра, что, там, в действительности вы никогда никого, там, не обидите, никому ничего не сломаете и не отрубите, вот не получится. Почему? Ну, потому что ваш дядя слишком сильно визуализирует. У дяди, вероятно, ну, это в моем примере, не обязательно, это в действительности так. У дяди отсутствует визуализация, возможности визуализации. И он, в принципе, не воспримет то, что вы делаете. Он скажет, ну, какой-то уча вспомнит. Что это вообще за игра такая жестокая? Чему она учит? И вообще. Или мама, например, скажет, что идея понятна, да, нести добро. Но, простите, а где добро, где зло? И, в общем, скажет, а не ошибаетесь ли вы, там, с тем, какую сторону взяли, да, сторону добра или сторону зла и так далее. А девочка скажет, вот, знаешь, мне кажется, эти доспехи такие уродливые, мрачные и так далее. То есть, человек может не принять то, что вы делаете. И это как бы очень другая ступень. Это другая ступень интеграции. Или интерперсонализации, как говорят языком психологии личности, интерперсонализации информации. Ужас. И вот на этой стадии, когда происходит обмен понятной друг другу информацией, а вы ее расшифровали, эта информация, на стадии, когда происходит обмен, возникает, как бы, пропуск ее через призму каждого. Вот здесь к вам вопрос. Вы насколько хотите донести до близких то, что вы, например, делаете? Вы насколько хотите приобщить своих близких к своим интересам? Ваш запрос, ну, собственно говоря, покажет средства. Если вы хотите просто, чтобы они поняли, что вы делаете, это одно. Если вы хотите, чтобы они именно разделяли ваш взгляд, то здесь нужно искать какой-то компромисс. Если ваши родные, например, и близкие не любят, опять же, в моем примере, жестокость, то вы эту жестокость вот сколько угодно раз покажете им смысл того, что вы делаете. Но жестокость они как не принимали, так и не будут принимать. И так со всем остальным тоже. И все. В принципе, это, наверное, общий ответ на ваши вопросы. Он будет таков. Понятно, что с каждым из ваших, с каждым из близких налаживший язык требуется, знаете как, ну, индивидуально. То есть, например, если у вас же мне интересно что-то, и вы хотите с дядей общаться, то сделайте ему приятным и пообщайтесь с ним сами. Просто разделите его интерес. Если вы знаете, что у вас есть что-то, что может его заинтересовать, то предоставьте это ему. Вообще говоря, общение начинается с деятельности. Это очень важный момент. И если вам тяжело разговаривать, или не о чем она разговаривать, то это значит, что у вас нет ничего общего. А чтобы что-то общее было, нужны интересы, общая деятельность, общие какие-то моменты. Так вот, общие моменты создаются, опять-таки исходя из того, что интересно вам обоим. Что интересно вашей маме, чем она хотела с вами позаниматься на пленях. Что интересно вашему дяде, что бы он хотел с вами заняться. Что интересно вашей девочке, и так далее. Разделите их интересы, разделите их дела, их увлечения, их хобби. Видите, что человек чем-то занимается, вызовите ему помочь. Спросите, а чем он занимается, а что он делает. И таким образом вы станете ему ближе. С точки зрения комплексов, не нужно делать что-либо ради похвалы. То есть, вот вы говорите, что вашей маме трудно говорить вам молодец и хвалить вас. Не надо ориентироваться на похвалу и на оценку чего-либо. Знаете, люди, вообще любые люди, мы здесь говорим не только про ваших близких, хвалят часто, как и ругают. Но их мнение, это мнение очень переменчивое. И ориентироваться на него нельзя, не стоит. Ориентироваться на это мнение значит ввергнуть себя в непостоянные велики одобрения и осуждения. А это значит потерять себя. Если вы что-то делаете, если вы что-то выражаете, если вы как-то себя проявляете, то старайтесь это делать именно для себя. Для себя, а не для кого-либо. Пожалуй, так можно ответить на ваш вопрос. Собственно, надеюсь, я раскрыл вам общие принципы. Надеюсь, я помог вам немножечко. Значит, что нужно вам сделать? Значит, во-первых, я не отказался, чтобы вы снимали ответственность со своей мамой. Мама действительно ответственна за то, что это с вами произошло. Правда, ее ответственность не является полной, потому что вы, будучи взрослым человеком, уже сами можете и, в общем-то, в силах выстраивать свои отношения. Но, тем не менее, поскольку мама оказывает серьезное влияние на вас, то очень важно, чтобы вы, ну, вообще-то говоря, раскрыли, изучили, осознали, разложили по понятиям, в смысле, разложили, разобрали, да, ее комплексы, ее страхи, чтобы сказать, что вот этот человек, ваша мама, например, такая, потому что, а я такой, потому что, и для того, чтобы мне это изменить, нужно изменить это, это и вот это, сделать это другим. И мама изменить этого не могла. А я могу. И поэтому таким, как мама, я не буду. Вот и все. Собственно говоря, с тем, чтобы разобрать вашу, ну, как бы, вашу жизнь, вашу, жизнь вашей мамы, чтобы разобраться в ее комплексах, раскрыть их, я предлагаю вам свою помощь, или вы можете выбрать помощь любого другого эксперта. Значит, со мной вы можете просто написать мне текст, этой помощь, этой истории жизни, прошу прощения. Я вам этот текст разберу в формате такой вот записи, когда вам будет удобно, вы ее прослушаете. И, в принципе, вам станет понятно, почему ваша мама так себя ведет. А на воскресенье, так я немножечко определю, что значит комплекс. Комплекс это совокупность, совокупность случайных признаков. Случайных признаков, соединенных аффектом, соединенных эмоциональным переживанием. Но комплекс это случайная совокупность признаков. Это не общий какой-то единый признак, по которым отбираются те элементы, те предметы, вещи, абстрактные суждения и понятия по каким-то конкретным признакам. Это не то. И лишь когда человек начинает искать общий признак, не случайный, не случайный, а общий, реальный, то он из комплексного мышления приходит к мышлению понятийному, мышлению научному. И тогда комплексы исчезают. Их место занимает знание. Знание приходит на место комплекса. И если вы своей маме это знание донести не можете уже, в силу того, что она определенно не самая молодая женщина, то вы можете это знание донести хотя бы себе. И вот от того, насколько вы сможете это знание сделать своим, зависит то, насколько хорошо вы будете общаться с родными. Если максимально это знание как бы ассимилируетесь с собой, значит у вас общение с родными миноватых. Если нет, значит будет поскольку московь. Зависит здесь все от вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! «Помогу»